Всем привет! Меня зовут Ирина Сильян и сегодня я решила рассказать вам о том, как же я делаю свой макияж для видео. И в принципе сегодня я решила с вами собраться и за то время, пока я устанавливала эту камеру, пока я с ней разбиралась, у меня высохли волосы. И если вы спросите, почему я так долго устанавливала эту камеру, дело в том, что моя камера вот. И не обращайте внимания на то, что нет объектива, он просто в другом месте, в нее отвалился экран. Меня в определенный момент просто придала вся моя техника, серьезно, у меня сломался компьютер, у меня сломался штатив, на котором я сейчас снимаю все-таки, но он, короче говоря, сломанный. И камера моя теперь тоже меня придала. То есть она работает, и если в нее снова ставить батарею и собственный объектив, она будет снимать. Только ты просто не знаешь, что она снимает, потому что... Потому что вот. Этот, это CC-крем от Lumine, который 6 в 1. Он у меня в оттенке Ultra Light. Во-первых, это вообще единственный тональный крем, который сейчас в эту зимнюю пору, уже весеннюю, но где-то, ну, наверное, средняя плотность покрытия. Я бы сказала так, что он идеально подходит для камеры, потому что, если кто не знает, камера просто умывает лицо. И да, давайте теперь приступим к консилеру. Сегодня, наверное, буду использовать вот этот. Это от Catrice, Liquid Camouflage называется, и он мне очень даже нравится. Он стоит рублей 200, наверное, то есть вообще недорогой, но он реально классно справляется с мешками под глазами. Кстати говоря, если вы вообще еще не заметили, то вот эта вот футболка, в которой я сейчас сижу, это футболка, которую мне подарили девочки Настя, если быть точной, на Новый год. И если вы не знаете, как мы праздновали Новый год, если вы вообще еще об этой футболке не знаете, то скорее подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что именно в Инстаграме я все это вам показывала, и в Инстаграме я, кстати говоря, сохранила эти истории, так что вы все еще можете посмотреть, как я отмечала этот Новый год. Очень смешно, наверное, рассказать вам о Новом году 4 марта, но это я, поэтому я думаю, это нормально. Но вообще это был первый Новый год, который я отмечала с друзьями, мне безумно понравилось, если честно. Там вот реально, когда бабы гуляют одни, без парней, это просто полнейший капец. Какие случались приступы истерик, потом нам было очень весело, потом я там ревела. В общем, это было, вот знаете, самый эмоционально насыщенный, мне кажется, Новый год вообще в моей жизни, но мне безумно понравилось. Сейчас хочу заняться бровями, я вообще не знаю, знаете ли вы, как я оформляю брови. Я сначала беру вот такую вот скошенную кисточку и вот такую вот палетку, она от L'Oreal, по-моему. В общем, вот такую вот. Сюда я беру вот этот вот пудровый оттенок и просто заполняю все брови. Кстати говоря, у Насти вообще 1 марта был день рождения, поэтому мы ей, ой боже, мы ей столько всего подарили, мы ей сделали плакат, который я опять же выкладывала. Потом подушку для беременных подарили, не волнуйтесь, она не беременна, просто... В общем, она просто очень давно ее хотела, потому что ей нравится на именно вот таких вот штучках спать. Я думаю, вы понимаете меня. Вот, потом мы и помаду подарили. Короче, всего на самом деле очень много мы ей подарили, и мы будем в эти мартовские праздники отмечать. И это будет снова трешак, потому что реально, когда мы всей компанией отмечаем что бы то ни было, это полная жесть. Сейчас я возьму вот такие вот тени, они темнее, чем мои брови, думаю, это видно. И вот этим вот уже оттенком я начинаю более детально прессовывать брови. У меня так трясутся руки. Это какой-то кошмар. Я просто, если кто не знает, я сейчас хожу в зал. Я недавно болела и не ходила на спорт где-то полторы недели. Так вот, в пятницу, сейчас, если что, воскресенье, я пошла на спорт. Первый раз после вот этих полутора недель ничего не деланья. И это был просто капец, потому что мой тренер, он меня убил. В прямом смысле слова. У меня руки реально до сих пор трясутся. То есть я не могу нормально держать зеркало. Если кому интересно, я вообще хожу в зал метрофитнес. Он находится неподалеку от моей бабушки, поэтому мне безумно удобно. Я просто захожу домой к бабушке. Там сижу, кушаю и потом иду в зал. Я советовала, если вы не знаете, в какой зал пойти, то идите туда. Лично мне там очень нравится. Так что, знаете, есть тати фрукт, так вот, арина фрукт. В общем, мне там безумно нравится. Сейчас я буду использовать румяна. Эти у меня от Chanel. Так давно на солнце не была, серьезно. У нас последние, наверное, дня два или три чисто солнце вообще держится. Я в школе реально сижу вот так вот и загораю. Это так прикольно. Поэтому, да, вода снова становится актуальной, потому что мне очень хочется пить. И давайте перейдем к глазам. Я хотела вам рассказать об этой палетке. Я не мечтала примерно год, мне кажется. Может быть, чуть меньше. Это палетка от BH Cosmetics в сотрудничестве с Carly Bible. И вот реально, я ее хотела сама заказать с eBay за три дорога. Но так как моя бабушка недавно с дедушкой ездили в Америку, то я их упросила купить мне эту палетку. И она была последняя в магазине. Это просто судьба. И посмотрите на эти оттенки. Я не могу. Это просто, блин, это лучшее, что я видела в своей жизни. Серьезно, мне так хотелось эту палетку. Особенно вот этот вот оттенок. Я его ни разу еще не пробовала носить на глаза. Я думаю, сегодня именно с ним я и сделаю кешь. Так что, да, здесь есть хайлайтеры. Ну, естественно, это у меня для моего оттенка кожи хайлайтер. Ну, это прекрасные тени. Так что, да, мне реально безумно хотелось эту палетку. Ну что ж, теперь давайте рисовать магию на наших глазах. Вот этот вот переходный оттенок. Я буду просто носить его в складку. И как обычно, как я люблю, буду его растягивать к вискам. Я вот любые тени так наношу. Я всегда растягиваю к вискам. Я не знаю, почему я так делаю. Мне просто это нравится. И все. Кстати говоря, если вы хотите видеть видео про мои покупки косметики, потому что у меня их за последнее время очень много. Реально. То есть за последнее месяца 4, наверное, я вот... Вот эта вот палетка у меня появилась. Тут куча всего, чем я даже сейчас пользуюсь. Это мои новинки. Поэтому, если вы хотите видеть видео, в котором я обо всем расскажу, то обязательно пишите мне об этом в комментариях. Мне будет очень интересно знать ваше мнение. Я возьму вот такую вот кисточку. Напишите в комментариях, если вы помните, откуда она у меня. И я возьму вот этот вот оттенок. Он более такой кетпичный, я бы сказала. И опять же буду носить его в складку века. Кстати, я бы еще хотела затронуть тему актива на своем канале, потому что мне даже, в общем, моя одноклассница, которая смотрела мои видео, она спросила меня, а что вообще у тебя случилось с просмотрами, у тебя вроде все было нормально раньше, а что сейчас? Ну, я думаю, вы понимаете, что, во-первых, YouTube сейчас реально очень сильно шалит. Если вы смотрите YouTube, то вы это знаете. У многих очень блогеров упали просмотры. И плюс я тупо очень давно не снимала видео, что реально является проблемой, потому что, когда ты давно не снимаешь видео, от тебя люди отвыкают, ты не так становишься им интересен. Спасибо тем, кто ждет меня, кто все еще смотрит каждое мое видео. Но реально просто я говорю именно про людей в массе. Поэтому, да, это то, что сейчас у меня вот касаемо просмотров, и я это прекрасно понимаю. Поэтому, да, будем стараться, будем работать вместе. Я буду безумно радостно присмотреть каждое мое видео. И теперь реально просто в Мент-Х я в первый раз буду пробовать нанести вот эти вот... Вы посмотрите на этот оттенок. Это безумно красиво. Просто это очень красиво. Просто посмотрите на это. Мне безумно нравится этот оттенок. Знаете, он такой розовый и переливается каким-то золотом. Вау. Я все, я его пробую, я его наношу на глаза, мне не важно, что из этого выйдет. Я просто хочу его пробовать. Я, кстати говоря, пробовала вообще в первый раз. Я их до этого никогда не пробовала. Когда я только увидела эту палетку, еще у нее видео, я сразу же влюбилась именно вот в этот вот оттенок. И все, хотела его реально попробовать. И, ну, да, он просто магический. Он просто реально сказочный. Он очень красивый. Он очень красивый. Так что Карли просто огромный молодец. И вот ее палетка лично меня полностью покорила. И так как этот оттенок отливает золотым, я хочу взять вот этот вот внизу и нанести его на центр нижнего века. Совсем чуть-чуть, просто чтобы там тоже была какая-нибудь золотиночка. В угол глаза я нанесла смесь вот этих вот двух хайлайтеров. И в качестве хайлайтера я сегодня тоже смешаю оба вот этих вот оттенка. Они безумно просто, безумно красивые. Нанесу их на скулы и буду сиять как... как богиня. Эта тушь у меня, как обычно от Maybelline, тут ничего необычного, ничего нового нет вообще. Кстати, она уже высохла. Так, довольно сильно, и мне нужно идти за новый. И самый последний шаг это помада. И сегодня я буду использовать вот эту вот мою самую любимую помаду. это NYX в оттенке Цюрихи. Мне безумно нравится эта помада, серьезно. Здесь просто куча фоток в Инстаграме, так что можете посмотреть, если вам интересно. И я просто вот так вот наношу и дальше буду растушевывать. Ну что ж, ребята, я думаю, что на этом все. Мне, если честно, безумно нравится то, что у меня получилось. Мне и хайлайтер очень нравится, и тени, и... ну, помада это... это классика. Я использую эту помаду, мне кажется, уже в районе года, и я просто в полном восторге. У меня есть еще один оттенок, точно такой же, то есть такой же тюбик, просто более новый. И я реально безумно надеюсь, что вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно, если вы будете что-то похожее повторять на своем лице. И если вам понравилось это видео, вам вообще нравится формат, в котором я просто сижу, крашусь и разговариваю с вами, то я буду очень рада, если вы поставите мне палец вверх и подпишитесь на мой канал. И реально очень сильно люблю. Пока-пока! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok